Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 7 июня, поступают со всей страны, буквально со всей страны, ну плюс Белоруссия, Украина, Казахстан, немножко дальние зарубежья, там совсем мало, но пора уже учиться не только у меня, а у моих учеников. И чтоб я вам нудный, про одно и тоже не говорил, давайте ознакомиться со своими учениками поплотнее и, как говорится, мотать на ус. Итак, Петрунин Андрей Юрьевич, город Омск. Однажды он мне попросил у меня вот это вот. Вот это вот. Переписку показывать не буду, адрес не буду. И сын манджурца, сын манджурца, бай, королевские сливы, желто-розовая, уссурийская, китайка, китайка, груша уссурийская, яблоня, сибирка, вещь и волосы. И плюс мои подарки, я никогда не мелочусь. Вот. Сколько он на это потратил? Так, тысяча, тысяча, четыре, тысяча, пятьдесят, шестьсот, пятьдесят, шестьсот, пятьдесят. Около, есть пересылка, тысяча три. Вот, поняли, да? Теперь посмотрим, получился ли толк. Потому что три тысячи, это немало. На них можно купить, там, шесть-семь бутылок хорошей водки. Нет, оговорился, паршивой водки, да. Вот. Можно, это самое, нарастить себе ресницы, тоже полезное занятие. Вот. А здесь какие-то непонятные семена. Поехали. Ничего, наверное, ничего пропускать не буду. Посмотрим, что получится. Валерий Константинович, здравствуйте. Начал высаживать первые сеянцы. И вот, мне вот вопрос такой возник. Ну, вот они здесь, наверное, уже сантиметра по пятнадцать некоторые. Вот. Нужно ли их в баночки ставить или нет? Вот, сделал здесь вот им. Давайте сразу, и будем немного экономить время. Итак, баночки надо, можно было сразу ставить, когда они еще даже и не вывозили с земли. У них много врагов, начиная с вороны, мыши. Вот. А сейчас он, наверное, специально поставил банку, чтобы мне понятнее было, что он имеет в виду. В это время уже, пожалуй, ставить не надо, и в жару они могут даже листики подгореть. А, тем не менее, существуют такие опасности, когда буквально уничтожаются огороды, овощи, плоды, все уничтожается, это град. Или возвратные довольно сильные морозы, от минус пяти до минус десяти. Возвратные заморозки. Это все страшно. Вот тут, да, если не поленитесь, вы можете спасти и от града, эти три тысячи, и от возвратных заморозков. Следующее. Ну вот, сделал холмики. Сейчас вот готовлюсь к посадке. Правда, не так много у меня взошло. Семян процентов двадцать, наверное. Где-то я накосячил. Ну вот, думал, будет с запасом, а тут, в принципе, не так и много оказалось. Ну, есть что-то. Ну, что я скажу. По чем я его продавал? Ну-ка, посмотрим. А, по двадцать пять рублей. Это когда еще скидок не было. Да, десять штук двадцать пять рублей. Ну, у него получается так, что, например, если сын Манджурца или Бай, или Корлевский дойдет до плодоношения, он сказал, что четверть взошла. Ну, допустим, получается, что он на этот, который пошел в рост и дошел до плодоношения, он стоит будет уже не двадцать пять рублей. Это корточка стоила. А умножаем на четыре. Рядом три не взошло. Так, получается по себестоимости. В общем, получается, что он потратил на среднем на старше, на взошедшее уже не по двадцать пять рублей, а как бы с учетом не проклюнувшихся, тысяча рублей. Ой, сто рублей, сто рублей. Ну, и потом этот сторублевый абрикос. Что такое сто рублей? Две зажигалки. Так. Бутылка пива. И то паршива. Да. А сколько он потом даст? Ну, я привык оперировать сотнями. Нет, ни килограммов, ни штукам. Нет. Сотнями ведер. Так что я считаю, коллега, уважаемый Андрей Юрьевич, что вы не прогадали. И мне очень нравится ваша, как бы я назвать-то, такая удивительная обстоятельность. Я же завидую вам. Вот сделал холмики. Давайте следующую. Четвертую. Ну, вот в прошлом году садил вот в такие ямы, сантиметров по десять мульчировал. Правда, вот здесь жимолости, то кустарники как-то еще более-менее выживали. Так, ребята, я же не могу ничего пропустить. На будущее. Холмы только для плодовых деревьев. Для кустарников это правило не действует. Погнали дальше. Где мы были? Вот здесь. Вот в прошлом году. Правда, вот здесь жимолости, то кустарники как-то еще более-менее выживали. Вот. Смородинка, не знаю, может, тоже надо будет потихонечку потом пересаживать, выше делать. Вот. Яблоньку-то вот пересадили мы. Вот. даже цвете. Так. Следующее. Ну вот. Холмики делал. Правда, мне было жалко. Дерн, который растил три года, пришлось немножко его снять, потом насыпать, обратно поставить. Зато форму держит. Все хорошо должно быть. Подсеял вот. Сверху я вот травки. Вот. Следующее. Ну вот, разбавить немножко наши деревья. Вот еще здесь макрамой занимался. И выплю. Это уже не с первого раза получилось. вот эти дела. Я не берусь комментировать, знаете, вот эти вот, как он их назвал, макрамы. Кому-то кажется это красивым, нарядным. Не лежит у меня душа. Как искусственную форму. Не лежит. Но я не буду комментировать, это его право. Не удалось воспроизвести видео. Вот. Сеинцы Амура вот и маньчжурские самые большие. Звинила. Абрикос, бай, почему-то они какие-то... Ну, это самый бай. Следующее. Вот. Сейчас дальше прогуляемся. Быстренько. С другой сарады у меня маленький питомничек. Здесь вот у меня яблоньки от сортий ваши. Следующее. Здесь яблоньи, здесь огруши. слив немножко абрикосики. Но на холмике я посадил только абрикосы и сливы пока. ну и все. И вон там еще немножечко убилите еще три дерева. Последнее кино не удалось. ладно. Ладно. Даже то, что мы с вами видели этого вполне достаточно. Давайте вернемся вот сюда. Вот. Жалко, вот это не удалось воспроизвести. я очень жалею. Вот. А нам надо еще раз увидеть. А, вот, смотрите. Закончим комментарий. Значит, если наверное Андрей Юрьевич не все рассказал, не все планы поделился. Мы вокруг видим прекрасный дерн, который он косит, да. А здесь раз он посадил, то, естественно, дерна был насыпан холм. Вот. Насыпана земля, естественно, что она пока еще без травы. Где-то в другом месте вы видели, что он снятый, он же дерн срезал и на него же накладывал. Вот. В каком это? В каком? Здравствуйте, Валерий Клисович. Вот здесь, хотел вам отчитаться. Вот хотя бы здесь, наверное, видно это. то есть частично задернено. Осталось вот такое небольшое пространство, сейчас бы где-то увидеть поближе. Ой, красота какая, ой, красота. В общем, вот эти вот надо будет зарастить дернам, чтобы дерн уже и выше полез, почти до самого штампа, иначе он должен защищать и так приподняты корни, это значит опасность подмерзания существует, это нельзя не отрицать, но тогда надо обязательно думать о том, что пусть зарастает дальше, чтобы холмы были полностью и только каким-то чудом, чтобы не прело основание штамба, потому что трава, она все равно попытается засыпиться буквально за каждый сантиметр квадратный, ну вот пожалуй и все, Андрей Юрьевич, спасибо большое, знаете, я получил огромное удовольствие в этом, прям путешествие по сказке, да, только начало, да, не все получилось, да, у вас косточка получилась не 25 рублей, учитывая не все пошли, а будем считать по 100 рублей, вот ничего, потом вы будете считать, уже не это, не сколько стоит косточка, а сколько стоит ведро абрикосов, которые вы потащите на рынок, если люди узнают, что там нет ни грамма этого самого этого химиката, вы могли бы даже местным олигархам продавать, у нас когда-то было ведро картошки, это было лет 10 назад, еще такое было 10-15 лет назад, ведро картошки стоило 200 рублей, и ведро абрикосов, ну пусть не таких роскошных, как у меня, но вполне приличных, 20-30-40 грамм, вкусных, тоже 200 рублей, а это было, это удивительный год был, очень большой вырожай абрикосов по всей, по всей округе, ну картошка у нас тоже еще в то время, это сейчас забрасывает, она дорожает, потому что все меньше производителей, они цену гонят, гонят, гонят вверх, 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 а тогда и картошки хватало, и абрикосов хватало, но то, что ведро абрикосов стоило, как ведро картошки, об этом должны были узнать в Кремле, вот, в Академии наук, вот, президиуме Академии наук, Министерство высшего образования, нет, науки высшего образования, Минсельхозе, который мне издевательский ответ прислал, когда я обратился к Путину, с проблемами, которых существует, разбирать сам-сами, обращайтесь куда-то, мы тут ни при чем, это было, так вот, все эти инстанции, тогда, когда, в то время, я был более, железо, более популярен, вот, меня много-много печатали, ну, представьте себе, что, если в сумме 300-400, я сбил со счета статей, в газетах, в журналах, вот, и уже тогда были оппоненты, причем, остепененно, это значит, что знали, значит, знали мои статьи, значит, знали про этот ценовурский феномен, и никто палец о палец не ударил, никто, а именно тогда можно было сделать так, ну, поняли о чем я, что во всей стране ведро абрикосов стоило столько, сколько ведро картошки, благодарю за внимание, за внимание.